Меня зовут Вайсман Миша. Сегодня мы поговорим про TensorFlow и машинное обучение. Начну с того, что пошел первый снег. Поздравляю всех с этим. Да, говорят там немножечко. Моросит. Про что будет мой доклад? Давайте, наверное, немножко о себе расскажу. Я являюсь основателем компании Trinity Digital. Мы делаем мобильные приложения. Мобильные приложения для таких клиентов, как Азбука Вкуса, Неспрессо, Нестле, Юлия Высоцкая. И уже пару лет назад стало понятно, что невозможно ограничиться одним хорошим интерфейсом. И нужно прокачивать бэкэнд, прокачивать то, что мы предлагаем пользователям. Контент внутри приложения. И один из вариантов развития – это как раз-таки машинное обучение. Сегодня мы поговорим про TensorFlow, про Google Cloud и про то, как можно их использовать в своих проектах. Цель моего доклада – не рассказать какие-то кишочки или глубины TensorFlow, а скорее заинтересовать вас и показать, что нейросети и машинное обучение – это не так сложно. И можно достаточно быстро собрать прототип для своего проекта и использовать это уже там непосредственно в продакшене. Кто знает эти иконки? Поднимите руки. Окей. А чтобы понимать вообще, что за аудитория, кто здесь разработчик? Ух ты! Класс. Окей. Да, ну собственно, TensorFlow, Google Cloud и Firebase. Что объединяет эти приложения? Кто знает в верхний ряд, что там за иконки? Так, переводчик, да, призма. Это кто-нибудь знает справа сверху? А? Это приложение британское. Британы выпустили. Оно распознает картины и говорит, что за автор, что за картина. Ну да, да, типа Shazam для картин, да. Ага. Ну вот, я его тестил, но надо сказать, что оно, по крайней мере, русских художников, типа Лентулова, она плохо распознает. Черный квадрат она еще нормально распознает. Вот, Netflix, но это не совсем про приложения, они скорее используют машинное обучение на своих кодеках. Вот как-то лучшее качество видео. А вот это вот прекрасное приложение, кто-нибудь знает? Второе снизу. Слева. Это приложение борщ, американское, да, да, выпустил наш соотечественник. Оно по фоткам в инстаграме предлагает вам ресторан, в котором вы можете съесть еду с похожей картинкой. Ну то есть похожую еду на фото. Похожая, похожая. Вот, ну и последнее, это FaceApp. Вот тоже они используют нейросети для фоточек. Про что вообще ML? Как мы можем решить задачу, понять, какой, где здесь фрукт? Да, то есть какие у нас могут быть критерии возможные? Ну, наверное, это цвет, но опять же, если они черно-белые, что мы можем еще использовать? Форма, текстура. Да, ну опять же, если задавать это и фэлсами, совершенно дистоническая задача, да и, в общем-то говоря, она не решит, в любом случае не решит в общем виде задачи распознавания и классификации. Здесь, казалось бы, история проще. То есть есть собаки, есть швабры, что здесь распознавать, все предельно просто. Вот, но на самом деле не совсем. Да, собаки-швабряки. Я когда смотрел это из видоса, который был на Google Next, я смотрел из телефона, из телефона, вот третья сверху слева, я вот не понял вообще, собака или это швабра сразу. То есть мне понадобилось какое-то время, чтобы это распознать. Вот, Google Cloud более-менее неплохо справляется с задачей распознавания, то есть он узнает, где здесь собаки, где швабры. Вот, и это все к тому, что картинки могут быть очень разные. То есть если бы мы использовали классические обычные алгоритмы, могли бы написать там и фэлс вот там для вот этого, а потом у нас пришли данные вот такие, и все, ничего бы не работало. Нейросетис с этим справляется значительно лучше. Про готовые решения. Если вы хотите просто быстро запустить в своем проекте распознавание, картинок, каких угодно, вы можете использовать Cloud Vision API. Для чего его можно использовать? Можно использовать для того, чтобы распознавать лица, эмоции на этих лицах, наличие или отсутствие шляп на лицах, распознавать лейблы, вот, ну, соответственно, знаки, порнуху, распознавать достопримечательности Landmark. Причем насчет Landmark, опять же, я пробовал, я смотрел вариант с распознаванием Landmark, и там были картинки эльфов и башен. Как потом выяснилось, это на самом деле была не эльфов и башня, а здание из какого-то там американского казино, имитация башни. Я думал, что это эльфов и башня, а Google Cloud распознал, что нифига это не она. То есть, ну, вот, он оказался умнее меня. Моя нейросеть не распарсила, а клаудовская распарсила. Вот, ну и лого можно распознавать. Street View, ну, классическая задача, самая базовая. Можно распознавать любые знаки, светофоры, трафик лайта. Что угодно. Опять же, вы когда там либо в айфоне, либо в адройде вбиваете там собачка, он находит, по его мнению, собачки на ваших фото. Тоже для этого используется, по сути, нейросеть. Google Translate можно комбинировать с Vision API. То есть, вы наводите на знак, он вам переводит на любой язык. То есть, это можно комбинировать. Как вообще все это работает, в каком формате возвращается? Вот, допустим, для кошечки. То есть, он говорит, что это кошечка с вероятностью 99%. Ну, и дальше по списку. И даже как-то пытается угадать породу. То есть, British Short Hair, это, видимо, британские короткошерстные. Вот, он говорит, что да, с вероятностью 93% это она. В формате JSON это возвращается в таком виде. Вот, то есть, можно вот в своей программе, какая-нибудь была бы у вас программа для распознавания кошечек, вы можете посмотреть, вот с какой вероятностью кошечка, с какой вероятностью та или иная порода. Можем сейчас попробовать пораспознавать что-нибудь еще. Так, сейчас зайдем на cloud.google.com. Вот, можете просто сами перейти по этому уру, cloud.google.com.vision. Вот, и можно попробовать посмотреть, как это работает. Так, допустим, что у нас есть? Есть медведь с балалайкой? Так, ну вот. И он говорит, что это медведь с вероятностью 85% фауна. Так, даже березы он какие-то распознал. Вот, но он считает, что это гризли. Я не особенно разбираюсь в медведях, но, возможно, гризли, да. Нет? Гризли черный, да? А, ну то есть, все-таки это браун. Браун бир. Да, вот балалайка он не распознал. Ну да, потому что она ее, наверное, рукой закрывает. Да, да. Вот, ну, да, то есть можно посмотреть, как это выглядит в формате JSON. Ну вот, точно так же, как с кошечкой. То есть, ну, по сути, это же информация, просто вот в формате JSON возвращается в таком виде. Прикручивается это вообще на раз в приложении, просто достаточно зарегаться, и за 10 минут можно добавить это в свое приложение. А все это регионов? А все это регионов? Да. А зачем? А, в смысле, я понял, да. Да, где на фотке что, но это не умеет делать Cloud API, то есть это надо использовать либо TensorFlow, либо какое-то свое самописное решение. То есть Cloud API подходит для базовых целей, можно это быстро собрать и использовать. Если нужно что-то более сложное, тут уже надо смотреть какие-то другие решения. Да, вернемся к нашим яблочкам и апельсинам. Из названного можно использовать, допустим, текстуру, можно использовать вес, данное весе. И дальше самый простейший вариант машинного обучения – это Decision 3, дерево решений. То есть мы строим некоторое дерево решений, смотрим, там, если вес больше либо меньше, такое количество грамм, и текстура такая, ну, значит, тогда это, скорее всего, яблоко, либо апельсин. Ну, это очень простой пример с яблоками, чуть более сложный, классический вариант – это про ирисы. Ну, это открытые данные, на Вике они есть. Данные про ирисы, расстояние между центром и концами. И с помощью дерева решений, вот можно построить такое дерево решений, используя TensorFlow. TensorFlow, вот оно определяет, какой породы этот ирис, точнее, какого сорта. Их там бывает, по-моему, около четырех. Вот, и сейчас покажу тоже, насколько это просто пишется. То есть вот, используя библиотеку TensorFlow, ну, буквально там, не знаю, сколько там, 20-30 строчек кода. Вот, кода выгуляться не будем, да, потому что моя цель сейчас не рассказать, как именно это делается, а показать, что это достаточно просто. Вот, и он строит такое дерево решений. Чуть более сложная история, не про дерево решений, а про нейросети. Как это вообще работает? Есть входной слой нейронов, есть скрытые слои и выходной. Скажем, вот, задача распознавания кошечка это или собачка, на вход у нас поступают пиксели, дальше есть промежуточные слои, на выходе мы хотим получить ответ, все-таки это кошка или собака. Почему называется нейросеть? Ну, по аналогии с работой мозга, формирует связи между входными нейронами и промежуточными слоями с некоторым весом, и дальше нейросеть, обучаясь, принимает решения. Что есть из готовых решений? Есть для нейросети, есть TensorFlow, это библиотека, open-source, поддерживаемая Google. Когда ее имеет смысл использовать? Ну, вот здесь вот есть такой графичек, ну, то есть, по сути, если у вас задача сложная, если там, допустим, у вас то, что вам нужно решить, не покрывается CloudApp, ну, соответственно, можно использовать TensorFlow. Да, вот в 2015 году библиотека была анонсирована, ее используют достаточно много кто, Airbnb, Google, Intel. Можно посмотреть пример, как вообще все это варится. Вот есть такой замечательный ресурс playground.tensorfall.org, вот, и вот здесь у нас есть входные нейроны, входные нейроны, соответственно, это по оси X мы берем прямую, но это по оси X, это по оси Y. Вот, есть промежуточные нейроны, и, соответственно, вот тут вот выходные. Это задача классификации. Вот, ну и запускаем, вот идет процесс, да, то есть он там обучается, вот пытается охватить. Допустим, можно представлять, что вот эти точечки, это, ну, например, письма, содержащие спам, а синие, не содержащие. Нам надо как-то классифицировать. Соответственно, вот он обучается, обучается, обучается. Можем оставить вот это обучаться и поехать дальше. Цифры. Самая базовая история с цифрами. В Англии есть такая база, база с огромным количеством цифр рукописных. Для чего она нужна была? Изначально она использовалась почтой. То есть, если, скажем, с нашей почтой вам нужно по трафаретику вписывать ровно, иначе ничего не распознается, то в случае с английской почтой вы можете просто фигачить на конверте от руки. И, ну, всех почтей разной. По сути, вот эта база использовалась для того, чтобы распознавать все цифры и чтобы письмо дошло до адресата. Вот. Если вы попробуете там посмотреть, как она работает, она действительно совершенно офигенно распознает. То есть, даже с суперкорявым почерком она более-менее определяет, что за цифра. На примере с цифрами хорошо видно, как вообще это работает. То есть, допустим, вот у нас есть восьмерка или ноль. Если это ноль, наличие пикселей в центре, это добавляет сразу же огромный минус к тому, что это ноль. То есть, ну, нуля, скорее всего, внутри, посредине не должно быть пикселя. Если он есть, то, скорее всего, тогда это не ноль. Вот. Там, допустим, с единицей, ровным счетом наоборот. Наличие пикселя в центре, это плюс к тому, что это единица. Вот. Можно так посмотреть, как это выглядит с точки зрения весов. То есть, допустим, вот у нуля в середине веса отрицательные, по краям положительные. Ну и также дальше для всех остальных цифр от нуля до девяти. Это можно использовать не только для цифр, это можно использовать, на самом деле, для абсолютно любых данных. Это могут быть какие-то символы, там, скажем, есть в хореографии символы в танце. Да, вы можете их точно так же распознавать. И практически все что угодно, любые символы. Сейчас поговорим про практическое использование. Вот есть приложение такое, Whiskey Way, Whiskey Compass. Оно показывает компас до ближайшего бара. Да, я как-то для фана его запилил за ночь. Вот. И, ну, вы можете его скачать. Вот тут есть QR-код. Оно только для iOS, правда. Для Android, ничего не выпустили. Да. Вот. И возникла идея, как можно использовать машинное обучение для этого приложения. То есть у нас есть карта. Ну, вот тут вот эта карта Питера. Как известно, в Питере нужно пить. Вот. И мы можем определить по фоткам. По фоткам в открытых источниках, допустим, в Инстаграме или еще где-то, ну, в любых, там, не знаю, фликерах, где еще есть фоточки. Можем определить, где люди предпочитают пить виски. То есть мы смотрим фотки, у фоток есть геолокация, определяем, что на фотке виски или не виски, и дальше отмечаем это на карте. Как мы можем справиться с этой задачей? Ну, у нас есть клауд-сервисы. Ну, допустим, нам недостаточно точность, с которой определяется в фоточке через клауд-сервисы. И мы можем использовать готовые решения. Можем использовать TensorFlow. Соответственно, как это работает? Есть ImageNet, огромная база картинок. Да, вот здесь, кстати, тоже указано. Мнист — это как раз база рукописных текстов. Вот там в конце еще будут ссылочки. Можем использовать ImageNet, которая обучена на огромное количество картинок. Плюс взять, найти какие-то свои фоточки виски. Фото виски могут быть совершенно разные. Можно собирать их в открытых источниках. И, соответственно, дальше мы используем технику, называемую Retrain. То есть у нас есть уже обученная модель. Если бы мы обучались с нуля, модель с таким количеством фотографий, на это бы ушло несколько недель. Но у нас уже она есть обученная. Соответственно, мы берем верхний слой и переобучаем ее на тех фоточках виски, которые мы нашли. То есть это называется техника Retrain. Забегая вперед, определяет он с прекрасной точностью. То есть 98% он определил, что это виски. И дальше мы можем накладывать это на карту. В таком базовом варианте это выглядит так. То есть вот фоточки на карте, вот, соответственно, где-то, ну, ожидаемо в центре фото с виски значительно больше, чем по краям. Ну, в каком-то вот, если нормальном дизайне, трисовать может это как-то выглядеть как-то вот так. Сейчас давайте запустим процесс обучения. Так, сейчас посмотрим. О, что он обучился? О, уже, кстати, смотрите, какая-то классификация идет. Да, запустим процесс обучения. Простой скрипт. Тоже можно его взять в открытых источниках на питоне. Там строчек, наверное, 100. Вот. И запускаем. Вот, пускай он пока обучается. Вот, то есть что происходит? Мы взяли там порядка 100 фоточек виски из открытых источников. Взяли TensorFlow. Вот. И он на этих фоточках переобучается. Пока он учится, немного предыстории. Да, это вот те сервера, на которых распознаются те самые медведи с балалайками и собачки с кошками. То есть дата-центр Google. Но начиналось все с слегка более ретроградных, олдскульных штук. Кто знает, что это такое? Это Бэбидж. Это Бэбидж. Да, это Бэбидж. Да, это Бэбидж. Да, мужик с Бэбиджом. А это? Да, это Бэбидж. Да, с Бэбиджом связано имя Ады Лоули, с первой женщиной-программиста. Она, кроме того, что она была первой женщиной-программистом, она еще является дочкой поэта Байрона. И здесь мы можем поговорить про тест Тьюринга. Что такое тест Тьюринга? Это тест, предложенный где-то в 50-х годах Тьюрингом, про то, как их распознать, признаем ли мы искусственный интеллект совершенным, либо нет. То есть мы видим перед собой искусственный интеллект и человека. Если мы не можем разобрать, где искусственный интеллект, а где человек, значит, тогда искусственный интеллект выиграл, и считаем, что это действительно интеллект. Есть вариация истории с тестом Тьюринга только для стихов. То есть мы сейчас почитаем стихи, некоторые из них написаны машиной нейронными сетями, некоторые написаны человеком. Вот, соответственно, если большая часть зала считает, что машина — это человек, ну, значит, тогда она прошла тест Тьюринга. Поехали. Стих номер один. Он молчал довольно долго, он помолчал. Было тихо на мгновение, было темно и холодно, была пауза, была моя очередь. Очень плохой человек. Кто думает, что это человек, поднимите руки. Так, а кто думает, что это не человек? Окей, так. Да, да. Да, да, так. Стих номер два. Бобо Эбби пелись губы, ВЛМ пелись зора, Пио пелись брови, Лией пелс облик, Зигзегау пелись цепь. Так на холосте каких-то соответствий вне протяжения жилое лицо. Кто думает, что это человек? Кто думает, что это машина? Написав поэму, я стану героем, подобно актеру Роберта Де Ниро. Раз так, то дайте мне чуточку времени придумать рифму для слова 0, 1, 0, 1, 0. Кто думает, что это человек? Человек, так. А кто думает, что это машина? Стих номер четыре. Долго учат лошадей делать в цирке чудеса. Мы же наших лошадей обучаем в полчаса. Лошадей обучаем, да, нейросеть лошадей. Кто думает, что это человек? Машина? Окей. И последний. Что ответить, на кто он такой? Ударение в слове доской, корпорация, центр, гидромедцентр, что мне делать с вселенской тоской? Да, да. Кто думает, что это человек? А что это машина? Да, 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 спалился. Ага, окей. Так, ну, первый стих. Большинство проголосовало, что это машина. Это действительно машина, написанная гуглом, нейросеть. Да, так что она не прошла тест тюринга. Второе, тоже большинство проголосовало, что это машина. На самом деле это Велимир Хлебников. Так что он не прошел обратный тест тюринга, и мы считаем, что он машина. Так, третье, большинство считает, что это человек. На самом деле это IBM-овская нейросеть. Так что она прошла тест тюринга. Четвертый стих, это Хармс, и действительно большинство проголосовало, что он человек. Ну да, он такой очень человечный. И пятый, ну да, ее уже, собственно говоря, как озвучили, это составленный запрос в пользователей, срифмованно Яндексом. То есть это машина, но она не прошла тест тюринга. Да, пока мы читали стихи, вот она обучилась. И теперь посмотрим, как она будет распознавать. То есть вот есть какая-то фоточка рандомная, скачанная из интернета. Сейчас посмотрим, как она выглядит. Да, то есть ну такой стаканчик. Вот сейчас попробуем, посмотрим, что наша обычная модель скажет на то, что же это такое. Ну вот, он говорит, что это виски с вероятностью 98%. Класс. А если бы вы посмотрите в виски-колу? Виски-колу? Ну тут уже сложнее, да. Ну то есть это на самом деле весь вопрос в обучающей выборке. То есть если мы нормальную выборку ему дадим, ну соответственно тогда вероятность того, что он будет распознавать отдельно виски-колу. Ну по сути да, то есть мы распознаем из, да, виски-колу. Что в качестве второго примера, но у нас же есть база ImageNet. Да, да, просто ее за собой, да. Да, ну вот собственно это акция компании NVIDIA, которая за последние года два выросла во сколько, раз в 10, наверное. Да. Собственно почему здесь этот слайд? Да, ну потому что есть машинное обучение, есть правда еще майнинг. Ну соответственно да, это первая причина, почему NVIDIA настолько поднялась за последние годы. Сейчас идут разговоры о том, что возможно будет TensorFlow Processing Unit, который выпускает Google, соответственно он будет оптимизирован именно под машинное обучение. Ну будет, да, будет. Да, да. Ну вот собственно дальше мы можем подсовывать данные, которые мы получили в приложение. Ну и соответственно вот это вот выглядит примерно так. То есть мы получили координаты, распознали, где у нас виски, подставили на карту. Вот и так вот все классненько. На самом деле процесс алгоритмический, он составляет лишь малую долю работы. То есть основная часть это работа с данными, где их брать, как их составлять. Допустим, если у вас есть датасет из открытых источников один, не знаю, там про перелеты людей или про их здоровье, и он есть в открытых источниках, и можно скачать каждый. Но если у вас есть второй какой-то свой датасет, вы можете его совместить с первым и получить какие-то уникальные данные. Допустим, таргетированно предлагать что-то пользователям. Ну и, по сути, опять же, если у вас на входе данные некачественные, то у вас на выходе будет тоже трешак. То есть garbage in, garbage out. Из литературы то, что интересно посмотреть, можно посмотреть Джорджа Гордона, можно посмотреть Open Source TensorFlow Models, либо вот это код лаба пройти. TensorFlow for Poets. И есть Kaggle, это база с данными про перелеты, про авиакатастрофы, про все что угодно. Можно играться с этими открытыми данными. Да, собственно, что у нас есть? У нас есть базовый инструмент Cloud API. Можете его использовать. Есть TensorFlow для более сложных задач. И если у вас идея, дерзайте, берите, собирайте свои приложения, обучайте свои модели. Вот, всем спасибо за внимание, вопросы. Микрофон нет? Не знаю. Можешь сюда поговорить. По поводу теста со стихотворениями. Мне кажется, что, короче… Как подбирали стихи, которые написали люди, по какому принципу? Ну, то есть, мне кажется, если взять совсем среднее, какие-нибудь классику из русских поэтов, то станет абсолютно очевидно, кто… Ну, это было бы неинтересно, конечно, это было бы очевидно. Не, ну просто взяли чуваков, которые такие слегка трешовые, и они пишут, в принципе, в том же стиле, в каком и напишет машинное обучение. Да нет, ну это на самом деле вопрос философский, да, то есть, если идти дальше, то тоже вопрос, там, поэты бывают просто плохие, допустим, да? Ну, я про это… Ну, если продолжать мысль, то на самом деле у Хлебникова, у него же смысл не в рифмовании, у него смысл в том, как это звучит. То есть, я вообще не умею читать стихи, если читать нормально, то как бы вот в звучании есть свой интерес. То есть, тогда дальше надо предлагать еще плюс к распознаванию текста, распознаванию того, как он читается, да? То есть, сильно зависит от того, как его читать, на самом деле. То есть, вот если эти же стихи прочитать, там, допустим, с другими акцентами, будет проще распознавать, где машина, где человек. Ну, да, наверное. Окей, спасибо. Ага. А вот какой интересный вопрос. Если, допустим, заменить диски компас на водка компаса, с проверения в Москве и длинница? Да, надо чекнуть. Там больше замка придет. Вы показали, что натренировали на виске прямо сейчас на своем ноуте, правильно? Да. То есть, вы взяли предобученную модель, взяли 100 изображений и дотренировали? По сути, да. А до тренировки какой был бы результат у модели? Результат у модели что-то типа 90 или 90 с лишним процентов. Ну, то есть, тоже нормальный, но менее точный. Так, еще. Ага. Ну, да. Миша, спасибо за доклад. Вот вопрос. Следующий в стоимости, а Cloud API, он насколько дорогой или, может, он реальный? Как этим всем пользоваться? И когда у тебя там будет продакшн большой, как это отразится? Так, ну, может, посмотрите. Там, кажется, на слайде были цены. Так. Так, почти, почти. Оп. Черт. Так. Вот. Free to try. Ну, да. Не, ну, наверное, в продакшене, если у вас там прям дофига-дофига картинок, это будет дороговато. Да, то есть, два с половиной или пять, непонятно, правда, от чего это зависит, за тысячу юнитов. А что такое юниты? Юнит, ну, видимо, распознавание. Не знаю, как вы думаете, что такое юниты. Наверное, одно распознавание, да? Да, наверное, за одно распознавание. Но получается, ну, кстати, так не дешево вообще. Вот. Ну, для того, чтобы попробовать, вполне норм, да. Для того, чтобы там, если у вас там миллионы картинок, тогда, конечно, имеет смысл свое поднимать. Есть какие-нибудь кейсы применения ML в коммерческих приложениях? В коммерческих приложениях? В коммерческих приложениях кейсов применения у нас нет. Но вот расскажет Владимир. У него будет доклад. Где? Где у тебя будет тот же доклад, да? Да, здесь же следующий доклад. Вот, ребята используют это в продакшене вполне себе. Вот, так же приходите, послушайте. Расскажут про опыт коммерческого применения. А? Что используем? ML в продакшене? Я просто думаю, вопрос про то, используем ли мы. Так-то, конечно, продакшене много кто использует. То есть применение самое широкое может быть. Мы предсказываем, какой баннер, какую рекламу лучше показать компетенту человеку. После первого таргетинга остается методик баннер, который можно показать, и поактимизируя по CTR, мы выбираем баннер. Ну или вот коллеги из Box Implant, например, я знаю, используют TensorFlow для понимания того, с кем вы говорите, с автоответчиком или с человеком. То есть у них там была база обучающая, соответственно, они обучились и научились распознавать, насколько я знаю, с неплохой точностью. И, в общем-то говоря, такая задача нетривиальная, потому что автоответчик может говорить абсолютно как человек. То есть просто распознавать по треку, записанному, кто это был, автоответчик или человек. Так что в продакшене-то, конечно, много где это используется. А у меня такой немного философский вопрос. Немного философский вопрос. Далеко ли до сильного искусственного интеллекта? То есть я вот вижу, что достаточно близко. А вы что думаете? Далеко ли до сильного искусственного интеллекта? Боевые роботы, там, всякое такое? Да нет, ну что-нибудь мирное, там, глобальный разум, не знаю. Скайнет, да. Да, ну это на самом деле действительно философский вопрос. Черт его знает. Может уже где-нибудь среди нас тут сидят. Можете посмотреть, как работает Google Assistant. Вот они его анонсировали и есть много видосов. То есть он научился воспринимать контекст и сейчас это выглядит так достаточно клево. То есть это такой хороший уже шаг вперед. Да, да, ассистент. Так, еще вопросы? Сколько у нас еще вопросов? Наверное, давайте еще парочку вопросов и пойдем обедать. Ага. Так. У меня вопрос по поводу того, как вы составляли карту. То есть вы брали фотки как бы… Просто фотки из открытых источников с Гео. Не ходили там, не знаю, в Инстаграм и оттуда выбирали, не знаю, по хэштегу. Из Инстаграма там какие-то были сложности с Апишкой. Я какой-то другой ресурс использовал. Я сейчас уже не помню, в каком фликер, по-моему. Но на самом деле можно брать любой источник, где есть фотка, гео-локация. Ну и этого достаточно. Ну просто вы, получается, не все использовали возможности фотки и карты не совсем полные. Если да, если хотите сделать полную карту, то тогда нужно упороться и собрать как можно больше данных. Это факт. Спасибо. Да, все, нет, что… Так, ну все. Я вас обманул с двумя вопросами, это был последний вопрос. Все, всем спасибо. Так, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok